Церковь Главного пришествия Господа нашего Иисуса Христа, стремясь к духовной зрелости посредством ученичества. Именно об этом сегодня пойдет речь в нашей передаче. И сегодня я хотел бы вам представить магистра богословия и церковного служения, ведущего пастора церкви Авдеева Виктора Александровича. Здравствуйте, Виктор Александрович! Добрый день! Какой предмет вы преподаете в школе служителя? В данном случае я преподаю эту догматику. Расскажите, пожалуйста, об идее открытия школы и о важности таких предметов, как догматика и других, которые здесь преподают. Ну, если мы будем говорить о школе служителя, мы считаем, что важно лидерам нашей церкви знать основы нашей веры. Догматика – это принцип нашей веры, это то, как мы верим в нашего Господа. И поэтому очень важно иметь правильное представление о Боге, правильное представление о вере, правильное представление о спасении и так далее. То есть все эти богословские истины в свете нашего евангельско-баптистского учения. Поэтому мы и учим наших студентов, наших лидеров, которые посещают наши курсы, всем этим принципам нашей веры. Виктор Григорьевич Мороз, пастор-учитель, также является одним из преподавателей школы служителя. Здравствуйте! Здравствуйте! Какой предмет Вы преподаете в школе? Я преподаю лидерство, руководство, служение. Почему Вы считаете, что это важно для будущих служителей? Апостол Павел пишет о том, что мы являемся соработниками у Бога, и мы должны выполнить ту часть работы, которую Бог повелел нам делать, успешно. И поэтому вот эти навыки, о которых мы говорим на этих занятиях, они помогают каждому служителю, каждому тому, кто вовлечен в церковное служение, успешно выполнять то, на что Бог его поставил в церкви. И что бы Вы хотели пожелать тем, которые хотят нести служение в нашей церкви? Ну, во-первых, желание я хотел бы пожелать, чтобы у людей, вот в церкви, у нас церковь достаточно большая, но, к сожалению, не так много тех, кто хотят служить. А для того, чтобы служить, конечно, нужно уметь и знать, как служить. Поэтому я приглашаю в школу служителя всех тех, кто еще не имеет никакого служения в церкви, но желает служить. Благослови Вас Господь! Ждем Вас в нашей школе! Здравствуйте! А как Вас зовут? Меня зовут Александр. И Вас? Тимофей. Очень приятно. Какие служения Вы несете в нашей церкви? Ну, малые группы, информационный отдел. Лидер малой группы и занятия с мужчинами. Добрый день! Меня зовут Леонид Ильин. В церкви я совершаю дьяконское служение, а также участвую в служении проповеди и также координирую данную библейскую школу. Как Вас зовут? Меня зовут Роман. Я лидер малой группы и мы занимаемся изучением писания, то есть тематическое изучение. И как Вы считаете, что эти классы служителя помогут Вам лучше нести Ваше служение? Это школа служителя, но они, в общем-то, школа для всех христиан. Здесь есть базовые принципы, которые всегда помогают. Это не те вещи, которые способствуют чему-то или второстепенно, а именно принципы, которые помогают нам быть христианами. Это и догматика, и духовные дары, и лидерство – это те предметы, которые помогают нам быть христианами. Не лидерами, не служителем какой-то группы или части служения. Я считаю, что польза большая. Для меня то, что хорошо на этих занятиях, то, что закладывается фундамент, фундамент как библейский, но также курсы помогают для того, чтобы вести людей за собой. Я думаю, безусловно, обучение, которое здесь проходит, оно помогает, способствует людям более правильно, более грамотно доносить весть о Христе другим людям, помогает совершенствовать свои знания, которые уже имеют люди. Я думаю, что данная школа, она очень способствует этому. Все эти знания, они как бы помогают иметь правильное видение и направление в духовном развитии церкви и направление также служения малой группы. Все предметы актуальны и важны для плодотворного служения. Если вы хотите вырасти духовно и быть более полезны на Ниве Божьей, эта школа для вас. Субтитры создавал DimaTorzok